Еще раз всех приветствую! Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим на тему достаточно известного правила, которое называется правило 10 000 часов и работает ли оно применить на гитаре. Если посчитать, то получается, занимаясь примерно по 4 часа в день и около 6 лет, как раз человек набирает те самые заветные 10 000 часов. Я думаю, что все понимают, да, что достаточно большое количество гитаристов занималось 6 лет и по 4 часа в день, но при этом скилл есть далеко не у всех, знаете, что-то не так вот гладко с этим правилом. Ну, давайте сейчас более подробно обсудим, но сначала хотел бы сказать, что вот касательно моего крайнего видео было очень много комментариев, чтобы рубрика все-таки не закрывалась, пожалуйста, ведь это правда, это история и так далее. Но, господа, напомню, что моя основная цель была, это, соответственно, не травмировать вот этих всех вот фанатов, любителей музыки, которые как бы, это не их контент, да, то есть они по-хорошему не должны вас смотреть, но они смотрят все равно, обижаются, травмируются, горюют и прочее, поэтому ради них я это закрыл из общего доступа. Но, как я уже сказал, много людей просят не удалять это полностью, сделать какое-то решение компромиссное, может быть, Патреон, может быть, куда-то ВКонтакте выложить, и кто-то писал по поводу спонсорского контента, да, я думаю, что это оптимальный режим, то есть для общего доступа ничего не будет, то есть люди это так не видят, но кто прям очень хочет посмотреть умеет ли это, всю историю и так далее, то я сделаю это доступно для спонсоров. Напомню, что спонсорский взнос абсолютно минимальный, то есть там, по-моему, 240 рублей в месяц, 230, и поэтому я думаю, что ни один фанат, который, которого обидит умеет ли могло бы прилететь ему в предложку, я думаю, что он сам не пойдет платить, чтобы это все дело смотреть и, соответственно, самомазахироваться, поэтому я думаю, что такой вариант будет максимально компромиссный. В общем доступе нигде ничего нету, но спонсоры могут с удовольствием все это дело смотреть, поэтому спасибо вам, господа, спонсоры, донатеры и так далее, ну и мы начинаем. Пользуясь случаем, хотел бы также напомнить вам, уважаемые подписчики, что в магазине Pedalzu работает специальный промокод на скидку 10% наушники электрогармоникс. Так что, раз уж мы любим слушать разногитарное зарубалово, давайте, пожалуйста, слушать в наушниках от гитарного бренда. Итак, в чем суть этого правила 10 тысяч часов, то есть считается, что как будто если человек какой-то деятельностью занимался такое время, то, соответственно, он становится в ней прям экспертом, профи, мастером и так далее. Там даже есть какое-то более сложное деление, что типа там 2000 часов так себе, там 4000 часов уже неплохой, там 6000, грубо говоря, профик и там 8000 маэстро, 10 тысяч там супер ультра топ. Ну что-то в таком духе, я видел какую-то таблицу и так далее. Господа, смотрите, то есть все строится на том, что типа человек много раз что-то повторяет и, соответственно, устанавливаются нейронные связи и, в общем, становится человек прямо мастером своего дела. С гитарой, ну я думаю, не только с гитарой, это работает не так, потому что вся суть в том, что движения, эти повторы должны быть одинаковые. Но если человек делает это в каком-то темпе, в котором пока он не тянет, у него движения получаются разные. Именно из-за этого человек не так и не, допустим, может не научиться одну квинту играть или просто мочить по одной струне. Потому что подводишь большинство учеников, допустим, берут гитары и нужно им поиграть, не знаю, по одной струне. Что он начинает делать? Он играет... Ну здесь, по сути, не было сейчас ни одного одинакового удара. Так можно просидеть 10 тысяч часов, 20 тысяч, 30 тысяч и не поменяется ничего, потому что в мозгу ничего не установится, никаких нейронных связей. И если только человек замедляет темп и начинает делать все спокойно, уверенно, следя глазами за траекторией, что там происходит, и отрабатывает каждый удар, вот так вот, и когда рука пытается еще по неопытности кота в другую сторону повести, он ее укращает, успокаивает, если не хватает темпа, еще снижает, пусть даже до каких-то, так сказать, улыбочных темпов, но замедляет, отрабатывает каждое движение, и здесь даже не понадобится 10 тысяч часов. Здесь намного быстрее это можно сделать, но, опять же, ключ всегда к тому, чтобы эти движения были одинаковые, а в быстром темпе и в среднем человек это сделать не сможет. То есть все, когда спрашивают про улетающие мизинцы, как его забороть, а здесь чем-нибудь не так идет, здесь промахиваюсь, господа, значит, это просто пока не ваш темп. Это работает только таким образом, потому что, чтобы делать одинаковые движения, а именно абсолютно одинаковые движения, какой-нибудь спорт, допустим, если боксер будет фигарить, например, один удар в грушу, другой мимо нее, другой справа, потом вниз, вверх, и я думаю, что он может так очень долго фигарить, и ничего хорошего не будет. Если он бьет именно в одну точку, повторяет одинаковые движения абсолютно, то, соответственно, у него все эти нейронные связи устанавливаются, и он начинает мочить. Абсолютно то же самое работает и с гитарой. Позволю себе ненадолго еще отвлечься, уважаемые дамы и господа, я напомню, что у нас собрана еще одна группа, Джейс никуда не девается, то есть сейчас мы ждем, когда Даша подлечься, и будем делать новые треки, но появилась еще одна группа на нашем музыкальном олимпе, в этот раз с мужским вокалом, на вокале легендарный убойнейший вокалист Ян Женчак. Первый трек, первый сингл уже записан, сведен, и сейчас потихоньку заливается на музыкальной площадке, на iTunes, на Google Music и так далее, поэтому, в общем, следите за новостями, название группы уже есть, все есть, и, в общем, скоро-скоро мы анонсируем, поэтому обязательно следите за новостями, будет здорово. Теперь давайте рассмотрим пример с какими-нибудь пассажиками, я сыграю сначала побыстрее, допустим. Ну, типа такого. И смотрите, здесь тоже, на самом деле, как бы всегда со стороны кажется легко, ну, что там, и так далее, но, на самом деле, конечно, это работает не так, здесь огромное количество элементов, то есть даже взять там с самого начала, получается, мы играем, вот эти вот пуловы, да, чтобы он получился нормальным, здесь далеко не улетел сюда, чтобы потом, когда мы переходим сюда, у нас указатель должен ослабиться вовремя, потому что сначала у любого человека будет две крайности, или указатель остается полностью на месте, звучит интервал, или он улетает вообще полностью вот так вот, и звучит первая струна, то есть все время будет или одно, или другое, поэтому, когда человек пытается быстрее, у него будет или так, или так, то есть все время будут разные движения, И опять же, те самые нейронные связи устанавливаться не будут До тех пор, пока он не успокоится, не поиграет медленно, вдумчиво Чтобы у него работали вот эти вот качели Ставит средний, ослабляет за указательный Дальше, допустим, если мы идем Здесь тоже все рассчитано четко То есть сначала ставится безымянный палец Потом прямо под срыв выходит указательный Сначала у всех интуитивно будут пытаться закинуться два пальца Нет, так делать не нужно Поэтому опять же, все медленно прорабатываем И находим момент, когда именно залетает сюда указательный палец Потом дальше этот слайд, когда делается Большой палец ставится на месте Интуитивно сначала человек будет пытаться всей рукой шлифануть А нужно большой палец ставлять на месте И в общем, здесь реально вот в одной такой вертушке Там просто кладезь разных вот этих всех таких вот подводных камней и так далее И нужно с каждым разбираться И каждый именно нейронно связить Повторять много раз, вдумчиво, одинаково И тогда оно будет поливаться вполне себе нормально Поэтому, опять же, господа, подытоживая Сам факт игры Вот почему так много гитаристов, которые играют там 40-50 лет Но не получается по факту вообще ничего хорошо То есть бывает у человека что-то круто А что-то где-то там просаживается Но большинство тех, кого мы разбирали там, умеет ли и прочее У них, ну, как бы, плохо вообще реально все Ну, то есть именно в плане игры Они, может быть, какие-то песни там придумывают Но в плане игры плохо Потому что я вижу по ученикам общую тенденцию людей Что люди, как бы, самоуверенные Кажутся, да я сейчас смогу Да что, это ерунда, да что, там как-то легко кажется На самом деле нет То есть чтобы вот эти все нейронные связи установить Чтобы 10 тысяч часов сработали правильно Или даже меньшее количество часов придется Делать это все одинаково Чтобы сделать одинаково, нужен контроль А чтобы был контроль, нужен темп, в котором мы мозгом Успеваем каждое движение нормально продумать И сделать ее в правильном направлении Поэтому так, вроде бы все очевидно Я удивлен, что о таком надо снимать видео Но, тем не менее, вот так вот оно работает Все, всем большое спасибо за ваши лайки Поддержку Подписывайтесь на Первый Гитарный Смотрите уроки И до скорой встречи Всем пока Итак, вы музыкант Или стараетесь им стать Существует много действительно нужных мелочей Которые пригодятся любому, кто связан с музыкой В этом огромном мире звуков Важно контролировать каждый этап От идеи до финального результата Для записи вашей заготовки Вам понадобится более универсальный язык Нежели таблатур Объясняется это тем, что в миксе будет не только гитара Базовые знания теории пригодятся На всех этапах Но здесь особенно Любую идею придется как-то развивать Тут-то в игру и вступает гармония Построение аккордов Их движения А самое главное Понимание того, что делать дальше Все уже просчитано до нас Хороший материал — это очень хорошо Хороший материал в хорошей аранжировке — еще лучше Вся фактура вашего произведения Напрямую зависит от множества факторов С которыми можно и нужно уметь работать В каждом учебном заведении Существуют отдельные преподаватели Отдельной дисциплины И каждая дисциплина важна Если есть задача подготовить действительно хорошего специалиста Итак, вы музыкант Или стараетесь им стать У нас есть для этого практически все Гитарный, теоретический и бас-гитарный курсы занятий В очном или заочном формате И вся необходимая часть по аранжировке и композиции Информация в описании Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok